Добро пожаловать в новый видеоурок. С вами Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Подписывайтесь на наш youtube канал и смотрите полезные видеоуроки. Сейчас мы разберем с вами такой эффект под названием strum, который позволяет несколько оживить ваши аккордовые прогрессии. И этот прием на самом деле классно работает в том числе в электронной танцевальной музыке, а не только в живой. Давайте послушаем такую вот аккордовую прогрессию, как она звучит. И затем мы добавим сюда немного жизни. Как мы это сделаем? Мы сделаем следующее. Сейчас, если мы вот так вот посмотрим, то у нас все ноты в аккордах, они, как вы можете заметить, звучат абсолютно одновременно. То есть они синхронны. Но что если мы возьмем и каждую нотку вот чуть-чуть, вот прям буквально прям совсем-совсем немножко подвинем вот так вот вправо друг за другом, чтобы они были такими ступеньками. Намного интереснее. Если мы сделаем это посильнее, да, мы можем регулировать насколько сильно мы хотим добиться этого эффекта, то получается слегка интереснее. Причем не обязательно делать все ноты вот так вот с этим сдвигом. То есть можем, например, нижние ставить вот как они есть, либо даже вот так вот сделать и, например, только верхние взять и поместить чуть-чуть вправо. И примерно то же самое сделать здесь. Это чем-то напоминает функцию humanize, которая у нас тоже здесь есть, да, но здесь мы делаем это чуть более точно, да, не просто случайно и рандомно. И на мой слух вот так вот звучит прикольно, когда мы не все ноты сдвигаем, а лишь некоторые. Это более прикольно будет звучать в яме, в брейкдауне, но также можно попробовать и в дропе. Но в дропе это может не зайти по той простой причине, что в дропе есть ударные и они будут у вас почти наверняка звучать ровно по сетке. А вот эта вот неровность, она может звучать не очень прикольно. Но опять же, это не значит, что не нужно экспериментировать, надо пробовать. Безусловно, в некоторых случаях это может звучать весьма-весьма прикольно. Также эта штука очень классно работает, если вы не только с пианино работаете, а еще и, например, с гитарой. Вообще, в принципе, эта тема, она больше такая гитарная. Когда человек ударяет по струнам, то он не ударяет по ним одновременно, да, они вот так вот друг за другом. И это вот несколько похожий эффект, который вы можете использовать также в электронной музыке. Ну что ж, простая фишка. Применяйте ее в своих треках и будете выделяться на фоне тысяч однотипных композиций. На этом все. С вами был Александр Владимиров. Жду вас новых видео. Пока.